вы на канале лекарственное растение здравствуйте после двухдневного проливного дождя я решила отправиться в лес по грибы но вместо грибов принесла домой травы корешки мох и копнула какой-то луковичный цветок который зацвел осенью растение это имеет тонкий пряный мятно-лавандовый и нежный ментоловый вкус с нотками фруктов болотная мята или блоховник блошница в народе ее еще называют омбалу многолетнее растение бит рода мята семейство яснотковые цветочный стебель поднимается на высоту 30-60 сантиметров стебель разветвленный рассеянно волосистый листья черешковые эллиптические или продолговато яйцевидные листовая пластинка по краю тупо зарубчато пильчатая у основания клиновидная цветки собраны в густые почти шаровидные кольца чашечка с треугольными зубцами верхней губы и шиловидными нижней губы венчик розово-лиловый или светло-фиолетовый с белой трубочкой плод яйцевидный бурый блестящий мелко сетчатый ямчатый орешек цветет с июля по сентябрь плоды созревают в сентябре октябре болотная мята хорошо приживается во влажной среде ее можно встретить вдоль рек озер и водоемов произрастает в северной африке в южных частях сша в восточной азии в европе и на кавказе в россии растет на северном кавказе блошница пользуется большой популярностью среди любителей растения водства и среди сторонников нетрадиционной медицины в побегах и листьях растения эфирные масла и дубильные вещества находятся в высокой концентрации в болотной мяте присутствует каротин b1 c d2 pp пулигон сапонины флавоноиды тониды азулен дипептен лимонен ментал ментан изоментан моно и сесквитерпиноиды 3 терпиноиды фенилпропаноиды алифатические углеводороды и спирты жирные кислоты и их производные кроме этого имеются кислоты пальмитиновая линолевая и линоленовая а также микроэлементы железо калий кальций натрий фосфор цинк трава амбала при грамотном применении способна принести организму большую пользу она стимулирует потоотделение и снижает температуру при простуде улучшает работу желчного пузыря и препятствует формированию камней снижает тошноту и устраняет изжогу ускоряет обменные процессы в организме облегчает головную боль и снижает артериальное давление укрепляет сосуды и нормализует сердечный ритм способствует отхаркиванию при кашле и бронхите помогает избавиться от отеков прекрасно справляется при метеоризме и хронических запорах укрепляет иммунитет и повышает общую выносливость выводит из организма токсины и шлаки применение болотной мяты в народной медицине спиртовая настойка для снятия сосудистых спазм и при мигрении делается так в стеклянный сосуд всыпать 5 грамм сырья залить 100 миллилитров крепкого медицинского спирта закрыть емкость крышкой и убрать в темное место на неделю по истечению срока отфильтровать принимать настойку по 15 капель предварительно развести в 200 миллилитров чуть теплой воды настой из блочницы успокаивает изжогу и устраняет тяжесть в животе 10 грамм растительного сырья залить 500 миллилитров кипятка настаивать под крышкой до полного остывания отфильтровать принимать настой необходимо до 4 раз в день по 80 миллилитров успокаивающий чай с мятой улучшает сон и снимает стресс ментол содержащийся в листьях травы является отличным миорелаксантом и успокоительным средством чашка теплого мятного чая перед сном способствует общему расслаблению ума и тела мята встречается в зубной пасте жидкости для полоскания рта жевательной резинки и так далее сильный аромат и вкус хорошо маскируют неприятные запахи во рту кроме того убивает некоторые бактерии и обеспечивает свежее дыхание достаточно пожевать всего один свежий листик мята болотная обладает удивительным вкусом и ароматом поэтому ее активно применяют в кулинарии в кухнях армении и грузии с такой специи готовят почти все мясные блюда добавляют в соусы и сладости для этого используются только верхние листья также ампала придает свежесть напиткам ароматизируют чай стоит помнить что блоховник следует использовать с большой осторожностью из-за высокого содержания полигона природного летучего яда это вещество обладает гепатотоксическим нейротоксическим и абортивным действием в больших дозах растение токсично и может спровоцировать развитие некроза печени вызвать маточное кровотечение негативно повлиять на работу головного мозга и почек а чрезмерное употребление болотной мяты может повлечь за собой сильное отравление вплоть до летального исхода и конечно же может встречаться аллергическая реакция которая связана с непереносимостью компонентов бакалаврскую работу по изучению болотной мяты вы найдете в описании под видео а на сегодня все используйте лечебные растения с умом крепкого вам здоровья друзья и до новых встреч на канале лекарственные растения